Всем привет! Смотрите, какая красота! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Сейчас я вам покажу, какой оттенок я сегодня пробовала. Так, вот этот вот оттеночек. Вот этот. Достаточно тени пигментированные, яркие. Вот прям с первого раза вот так хорошо передались. И хайлайтер хочу вам показать. Правда, мне кажется, он не особо-то на камеру и заметен. Вот он, я думаю, виден. И под брови он есть, но там я его особо не наблюдаю. Так, хайлайтер у меня от Меслин. В оттенке Sugar Rush. Боюсь, чуть не уронила его. И я нанесла вот у пироженки вот этот вот светленький оттеночек. Рахловатая текстура. Прямо на кисть набираешь, и как немножко след остается. И давайте покажу помаду, которую я использовала. Это помада. Девочки, помада на мне от Artvisage в номере 83. Помадой я довольна. Она мне нравится. И хотела сказать, что брови я никак не оформляла. Вот он, мой цвет бровей. То есть я не укладывала и ничего с ними не делала. Мне многие писали, что надо форму изменить и брови. Я в салон, может, и схожу. Не сейчас, конечно. Все дело в том, что когда я последний раз была в салоне, мне сказали, что для того, чтобы изменить форму, мне брови надо как бы отрастить. Что сейчас тут не из чего новую форму делать. И предыдущая форма тоже была сделана в салоне. Я сама рисовать брови не умею. Формы придумывать не умею. И я всегда брови делала в салонах. И вот та форма, что вы сейчас видите у меня бровей, эта форма сделана в салоне. И я просто ее поддерживала. Вот такой у меня натуральный цвет бровей. Так вроде смотрится не прям ужасно. Но если я фотографируюсь, то выглядит, что на фото как будто у меня нет бровей. Что касается волос. Сегодня, конечно, они у меня не в лучшем виде. Их уже пора бы помыть. Я вам сказала, что у меня сильная головная боль. Я даже днем спала. И у меня, если вот какой-то стресс или я болею, у меня почему-то в первую очередь волосы какими-то становятся такими тускловатыми. Начинают сыпаться. Но не вытягивать, не красить волосы я не хочу. Это мой натуральный цвет волос. Конечно, раньше у меня волосы были намного светлее. Кто в сторис и во влогах видел цвет волос у моей младшей дочки, вот у меня волосы были такого цвета. И плюс они прямо от корней завивались. Что многие думали, что у меня химия. И после рождения детей волосы у меня потемнели. И потом у меня, знаете, и с возрастом у меня стало так же, как и у моего папы, цвет волос меняется. То есть у меня за лето волосы как-то светлеют, выгорают. К концу лета у меня волосы светлые. И потом постепенно темнеют. И зимой такой может не очень красивый цвет. Но я своими волосами довольна. И вы знаете, в молодости я разные стрижки делала. На самом деле с разными стрижками ходила. И волосы выпрямлять я пробовала. Но стрижки на мне все смотрятся практически так, как будто на мне нет стрижек. Я на самом деле недавно только, ну относительно недавно подстригалась. И чем короче у меня волосы, тем они как-то больше пушатся. Чуть ли не на голове стоят вот так, потому что завиваются. Мне это не очень нравится. Но когда я выпрямляла в салонах, первый раз я выпрямила. Была еще такая сырая погода. Я дошла до дома, прихожу. Мужу говорю, ну как? Он такой, аж что, как? Куда смотреть? Что-то там брови, волосы, что делала? Я в зеркало смотрю, и у меня волосы, пока видно, я шла. Опять вот, ну вот, стали завиваться, как будто я ничего не делала. Второй раз я выпрямила в салоне, и мне ужасно сожгли волосы. Они были настолько какие-то неприятные на ощупь, какие-то тусклые. Я вот даже объяснить не могу. Их просто было неприятно трогать. Я тогда подстриглась коротко, и по мере отрастания своих волос, я эти сожженные как бы срезала, и больше я экспериментировать не захотела. У меня волосы своеобразные, тонкие, и мне даже они от фена могут испортиться. Я феном тоже не пользуюсь. Мне нравятся, какие они шелковистые, приятные на ощупь. Конечно, раньше у меня волосы были намного более густые, такая была хорошая шевелюра. Но вы знаете, на самом деле, даже сейчас бывает, я часто на улице комплименты своим волосам слышу, и спрашивают, какой я краской крашусь, потому что, ну, цвет нравится. У меня так, конечно, они выглядят тусклыми. Но, знаете, когда идешь на солнце, у меня иногда даже как вот, как будто мелирование я делала, такой эффект. Поэтому волосами, поэтому стрижка у меня есть в планах, но потому что сейчас жарко, хочется, может, покороче, и потому что я заметила, что когда я подстригаюсь, у меня кончики волос выглядят лучше. Но ничего кардинального я сейчас делать не хочу. И особенно не хочу красить волосы. И цвет меня устраивает. И я никогда волосы не красила даже оттеночными шампунями. И не хочу потом без конца красить. Вот это будут корни. У меня у сестренки младшей тоже светлые волосы. Она не так давно покрасила и осталась недовольной. Сейчас у нее, ну, свои волосы отрастают. Это надо постоянно ходить, корни подкрашивать. Ну, как бы нет. Буду пока так. Я как-то, вы знаете, спокойно к своей внешности отношусь. Мне уже много лет. И прошли те годы, когда, ну, возможно, я кардинально что-то изменить хотела. Или, может, какие-то комплексы были. Сейчас у меня уже тот возраст, когда я себя комфортно чувствую. Может, что-то я бы по мелочи, конечно, и хотела бы улучшить. Я думаю, как и все мы. Ну, вот так что-то кардинально нет. Наверное, нет. И, наверное, это все, что я вам хотела рассказать, показать. Я прям напротив окна села, потому что, где я обычно снимаю, там совсем ничего не видно. Здесь, я думаю, более все видно. Но тут, конечно, от окна такое освещение, что и все недостатки прям в камере. Ну, с другой стороны, вы знаете, какая есть, такая и есть. Вот, решила с вами просто пообщаться. Всем спасибо за внимание. И до новых встреч.